так коллеги здравствуйте давайте будем начинать наш вебинар сегодня мы с вами поговорим о использовании качество обслуживания в сетях тема это весьма интересная ну на этом слайде представлены мои исходные данные моей фамилии нариманов зовут меня андрей и уже где-то около 20 лет я являюсь инструктором по оборудованию и программному обеспечению компании cisco systems но тут мои цисковские регалии представлены в частности я имею статус экспертов специализации рутинг свитчинг значит наша сегодняшняя тема работа с приложениями в айпи сетях надо отметить что вообще говоря изначально айпи сети совершенно не были предназначены для обслуживания приложений которые критичны к задержке к потере пакетов сеть айпи это сеть изначально настроенная и спроектированная под передачу данных поэтому я прекрасно помню ситуацию когда я только начинал и начал работать с компанией cisco systems компания cisco systems это крупнейший телекоммуникационный вендор и она на всех выставках которые я тогда регулярно посещал объявляла что она занимается всем за исключением традиционного голоса традиционным голосом компании cisco systems изначально отказалась заниматься и объявила что будет заниматься передачей голоса по айпи сетям я прекрасно помню реакцию тогдашних телефонистов они просто они даже не смеялись они ржали они показывали пальцем в сторону специалистов циски и говорили что передавать голос по айпи сетям невозможно в принципе и никогда не будет возможно вот тем не менее прошло не так уж много времени и традиционная телефония в настоящий момент медленно но верно умирает и заменяется на соответственно айпи телефонии все это в большой степени результат деятельности компании cisco systems соответственно если мне нужно передавать различную информацию по сетям которые поддерживают стэк tcp айпи то у меня возникают следующие проблемы у меня имеется голосовой трафик который представляет из себя маленького размера пакеты примерно от 80 до 150 байт эти пакеты идут по каналам связи примерно с постоянной скоростью и требуют минимальные задержки минимального джиттера что такое джиттер мы чуть чуть попозже скажем и минимальной потери пакет соответственно если по тем же самым каналом передается видео трафик то у него требования к задержке джиттеру и потери пакетов такие же или даже еще сильнее но кроме всего прочего еще могут наступать так называемые взрывы то есть поток трафика во времени может довольно сильно изменяться ну и наконец если у меня по этим каналам связи передается данные различные приложения данных то данные эти также требуют разного качества обслуживания есть допустим в каких-нибудь корпоративных банков идет платежная информация она имеет высокий приоритет или имеется какая-нибудь какой-нибудь трафик веб трафик которому обращаются сотрудники банка этот трафик может и подождать как может подождать электронная почта например вот соответственно проблемы которые возникают в современных сетях они представлены вот на этом слайде прежде всего для полного потока трафика вам может не хватить полосы пропускания в каких-то определенных каналах ну такие каналы исторически принято называть вам каналами хотя понятие уже достаточно устаревшие но тем не менее каналы которые соединяют разные города может быть разные страны и имеют в принципе низкую пропускную способность если у вас в составном канале есть спутниковый канал то полоса пропускания его как правило значительной мере ограничены вот соответственно кроме недостатка полосы пропускания некоторые виды трафика особенно такие как голос и видео хотя и не только они бывают чувствительны к задержки соответственно при этом когда мы говорим о задержке такую задержку принято называть end-to-end задержкой то есть задержка из конца в конец от отправителя до получателя соответствующий пакет с голосом или с видео должен передаваться за фиксированное время если время больше чем задано заранее то качество работы приложения у вас становится плохим или очень плохим кроме самой задержки есть такое понятие как джиттер джиттер это вариация задержки соответственно эти же виды трафика крайне чувствительны к вариации задержки которые носят название джиттер ну и последнее эти же виды трафика крайне чувствительны к потери пакет имеются жестко заданные границы если на потере пакетов на пути от отправителя до получателя эти границы превышает качество соответствующего приложения голоса или видеоконференц связи становится неприемлемо низкий когда мы с вами говорим о задержке то вот на этом слайде показан извиняюсь не о задержке а полосе пропускания на этом слайде показано полоса пропускания составного канала от некоего отправителя до некоего получателя естественно этот канал составной и состоит из каналов связи с разной пропускной способностью но здесь есть 100 мегабит в секунду 10 мегабит в секунду 250 килобит в секунду 512 килобит в секунду вот общая пропускная способность этого составного канала сожалению составляет всего лишь навсего 256 килобит в секунду и эти 100 мегабитные сегменты меня с точки зрения полосы пропускания никак не спасают вот таким образом общая полоса пропускания составного канала равняется минимальной полосе пропускания его составного элемента теперь что касается в задержке когда мы говорим о задержке из конца в конец то это задержка также состоит из некоторых элементов которые представлены вот на данном слайде соответственно меня имеется айпи пакет который по каналу связи поступает на маршрутизатор после этого он обрабатывается маршрутизатором передается им сходящего интерфейса на исходящий интерфейс и отправляется в исходящий канал соответственно общая задержка складывается из следующих составляющих составляющих первая составляющая она называется processing delay processing delay это время которое тратит маршрутизатор от момента поступления айпи пакета на входящий интерфейс до момента отправки пакета с исходящего интерфейса на восходящий канал соответственно этот самый processing delay также имеет несколько составляющих в частности там имеется так называемый тюиндилей это время которое пакет может проводить в очереди на маршрутизатор соответственно имеется задержка которая называется сериализейшн дилей это время которое маршрутизатор тратят отправляя пакет бит за битом на исходящий интерфейс вот ну и соответственно полная задержка вычисляется так как показано на этом слайде время которое тратит пакет идя по каналу она здесь отмечается буквой п и время которое пакет проводит внутри маршрутизатора здесь она отмечается буквой вот сумма этих задержек и представляет из себя конечную н-то н задержку в мили секунд теперь что такое вариация задержки да конечно в каналах с разной полосой пропускания задержка раза теперь соответственно что такое вариация задержки вариация задержки в основном возникает по следующей причине значит когда маршрутизатор готовится отправить с исходящего интерфейса пакеты то эти самые пакеты он отправляет не поодиночке а порциями при этом перед отправкой эти пакеты выстраиваются в очередь на интерфейсе и это очередь не программная а это очередь аппарат соответственно в аппаратную очередь пакеты попадают из программных очередей которые вы создали себе на маршрутизаторе и поскольку в аппаратную очередь они попадают из разных очередей то в аппаратной очереди пакеты стоят в перемешку пакеты голосовые и пакеты данных отличие голосового пакета от пакета данных состоит в том что пакет данных он большой 1500 байт а голосовой пакет маленький 80 байт 150 байт это максимум соответственно когда в очереди стоит в перемешку такие пакеты и возникает вариация задержки маленький маленький большой потом пять больших потом один маленький вот от этого возникает вариация задержки которая носит название джета ну и наконец из-за чего пакеты теряются пакеты теряются по следующей причине если мы считаем что современные каналы связи имеют высокое качество это так поэтому при передаче собственно по каналу связи можно считать что пакеты не теряются пакеты теряются в основном при обработке их маршрутизатор за счет чего если я в маршрутизаторе создал несколько очередей то каждая очередь имеет предельную длину если очередь заполнена до конца и в эту очередь поступает еще один пакет он в эту очередь не умещать не помещается и этот пакет необходимо уничтожать это первая причина вторая причина если вы не позаботились о своем буфере которая имеется маршрутизаторе и у вас на вход маршрутизатор поступают пакеты быстрее чем маршрутизатор их может отправлять с исходящих интерфейсов то пакеты начинают заполнять буфер как только буфер переполнен как только он заполнен до конца все пакеты начинают маршрутизатором уничтожаться потому что отправлять он их не успевает а в буфере уже места нет такой механизм уничтожения пакетов принято называть тайл дроп то есть все подряд все пакеты подряд уничтожаются и это крайне негативно влияет на трафик который принято называть трафиком реального времени то есть это собственно говоря войс и видео ну и вот на следующем слайде приведены материалы по задержке джиттеру и соответственно полосе пропускания которые нужны для передачи голосового трафика через айпи сеть частность задержка из конца в конец не должна превышать 150 миллисекунд джиттер для голосового трафика не должен превышать 30 миллисекунд и потеря пакета должна быть меньше одного процента соответственно эти данные как видите представлены в количественном виде то есть они представлены в цифрах и благодаря этому компания cisco systems удалось существенным образом автоматизировать процедуру настройки механизмов качества обслуживания для голосового трафика соответственно полоса пропускания которое требуется для одного вызова то есть для одного голосового соединения составляет где-то от 150 килобит в секунду ну и менее скажем так это зависит от того кодека то есть от того механизма преобразование аналогового голоса в цифру которым вы пользуетесь если рассматривать видео информацию то задержка требуется та же самая 150 миллисекунд и ниже вариации задержки 30 миллисекунд и потеря пакетов ну вот на этом слайде показано что процент потерянных пакетов не должен превышать один процент это не вполне справедливо все зависит от того на каком мониторе вы просматриваете видео информацию если у вас мониторы большие то вообще потери пакетов не должна превышать одной десятой процент на маленьких мониторах это может может составлять и один процент соответственно при этом полоса пропускания одного видео вызова ну так же зависит от видео кодеков но по-хорошему она должна быть не меньше чем е один канал то есть 20 48 мегабит в секунду когда мы полоса пропускания для голосовых пакетов зависит от кодек значит для кодека который практически не сжимает голосовой трафик на уровне айпи полоса пропускания должна составлять 64 килобит в секунду плюс еще некая полоса для кадра то есть примерно 120 150 килобит в секунду вот так для хорошего качества голоса передаваемого по сети айпи вот что касается трафика данных тут к сожалению никаких цифр привести невозможно потому что все зависит от требований которые предъявляет конкретное приложение вот соответственно в связи с этим автоматизировать настроить настрой quality of service для передачи данных сложнее чем голос и видео информацию да примерно так вот ну сто двадцать восемь килобит в секунду строго говоря теперь соответственно когда мы рассматриваем какие приложения нам необходимо обслуживать стеки tcp айпи то эти приложения можно очень достаточно грубо разделить на следующий класс соответственно один класс вот на этом слайде называется платином класс ну соответственно как правило когда в механизме о котором мы поговорим чуть чуть попозже который называется дифференциейт сервисы назначают классы то этому классу чаще всего присваивают имя войс этот класс характеризуется чем этот класс характеризуется малой задержкой то есть в этом пакетом которые попадают в этот класс была гарантированно задержка меньше чем 150 миллисекунд соответственно следующий класс так сказать класс с гарантией его как правило называют mission critical соответственно в этот класс попадают приложение для которых гарантируется доставка и гарантируется полоса пропускать то есть для данного класса полоса пропускания не может быть меньше чем мы ее задали если каналы связи у вас не загружены то данный класс может занять и большую полосу пропускать и но меньшую полосу он получить не может при любых загрузках в вашей сети соответственно следующий класс класс transaction для класса transaction туда попадают приложение которым гарантируется только одно доставка больше ничего не гарантируется не доставили через пять минут доставим через 15 не доставили через 15 доставим через час вот соответственно в основном сюда попадают такие приложения как скажем электронная почта которым в общем то ничего не требуется кроме гарантии доставить наконец следующий класс следующий класс у нас называется best effort туда попадают приложение которым качество обслуживания quality of service нами назначены и вообще ничего не гарантирует есть ресурсы в сети соответственно данное приложение будет доставлен если ресурсов в сети нет а их может не быть потому что у нас есть класс voice и класс mission critical которым мы гарантируем задержку и полосу пропуска поэтому ресурсов для класса best effort может и не хватить в этом случае доставка данных приложений не гарантируется ну и наконец имеется класс который по-английски называется skyvenger skyvenger это мусорный класс туда соответственно как правило относят приложения которые в сети компании использовать нежелательно соответственно для них вообще ничего не гарантируется а в некоторых случаях даже их и специальным образом уничтожают вот для каждого из этих классов мы определяем следующий параметр мы определяем некую полосу пропускания при этом если мы говорим об этом самом платиновом классе о классе войск то для этого трафика мы полосу пропускания ограничиваем сразу и снизу и сверху то есть мы говорим что голосовой класс у нас получает в сети 1 мегабит в секунду при этом даже если сеть свободно больше чем 1 мегабит в секунду голосовой класс получить не может если этого не сделать то тогда голосовой трафик может узурпировать вашу пропускную способность полностью таким образом что другим классом она не достанется вот соответственно для такого класса принимая применяется специальная очередь о которой мы чуть чуть попозже тоже поговорим она называется low latency кьюинг то есть это очередь которая обслуживается всегда когда в ней есть хотя бы один пакет вот только если в этой очереди нет ни одного пакета тогда приступают к обслуживанию очередей других типов соответственно для класса mission critical допустим мы гарантируем полосу пропускания 1 мегабит в секунду но поскольку это класс не приоритетный то соответственно в этом случае если каналы у нас свободны то этот класс может получить полосу и больше чем 1 мегабит в секунду если место есть если пропускная способность свободная есть то прикладные протоколы этого класса могут получить полосу больше чем 1 мегабит в секунду то есть для соответственно этого класса полоса пропускания ограничивается только снизу соответственно при этом применяется совершенно другой тип очереди который называется class based weight fair в таких очередях пакеты обслуживаются справедливо определенное количество из первой очереди обслужили если соответственно в ней остались еще какие-то пакеты мы ее все равно бросаем обслуживать начинаем обслуживать в следующую очередь там меньшее количество обслужили пакетов и так по кругу соответственно вот класс based weight fair queuing может применяться для mission critical и для класса best effort ну для класса best effort мы оставим меньшую полосу пропускания допустим 500 кбит в секунду и естественно приоритет у этого класса трафика меньше чем у mission critical приоритет ну и наконец для класса skyvenger мы выделяем минимальную полосу снизу там честно говоря вообще ничего не выделять но мало ли можно и выделить скажем 100 кбит в секунду при этом ставим ему class based weight fair queuing но кроме того дополнительно для этого класса мы используем механизм который называется weighted random early detection это механизм который позволяет мне гарантировать что буфера моего маршрутизатора никогда не переполнится и таким образом не произойдет ситуации в которой маршрутизатор вынужден уничтожать все подряд входящие пакеты и в частности голосовые и видеопакеты вот для этого нужно по мере заполнения буфера в этом самом буфере начинать уничтожать пакеты в основном уничтожаются пакеты класса skyvenger соответственно на следующем слайде показаны какие механизмы используются в классической quality of service первый механизм это механизм классификации соответственно когда на IP пакет поступает маршрутизатор маршрутизатор обслуживает только заголовок IP пакет что у него в поле данных лежит какое там лежит приложение маршрутизатор не смотрит мы должны научить маршрутизатор различать приложения которые лежат в поле данных IP пакетов для этого выполняется механизм который называется классификация соответственно чем ближе к источнику мы проведем классификацию тем лучше у нас будет работать quality of service наше качество обслуживания вот а соответственно в современных конвергентных сетях как правило классификация выполняется уже конечным устройством например IP телефоны компании Cisco Systems умеют классифицировать и маркировать свой трафик и трафик компьютера которые к этим IP телефонам подключены IP видеокамеры шведской компании Axis также умеют классифицировать и маркировать свой трафик вот поэтому как правило трафик классифицируется и маркируется уже конечным устройством если конечное устройство этого делать не умеет то это делают на коммутаторах уровня Axis если коммутаторы уровня Axis тупые этого делать не умеют тогда на коммутаторах уровня distribution вот вот а далее может трафик перемаркироваться маршрутизаторами что означает перемаркировать трафик это означает перенести трафик из одного класса в другой класс то есть после того как устройство трафик классифицировал его надо маркировать для того чтобы маршрутизатор классификации любого входящего пакета не занимался. Соответственно, маркировку можно выполнять на уровне 3, то есть сделать ее в заголовке IP-пакета, таким образом, чтобы маршрутизатор знал, что это идет не просто IP-пакет, а IP-пакет с голосом. Или, если в заголовке IP-пакета будет другая маркировка, то он будет знать, что это пакет с данными, но эти данные имеют высокий приоритет. Вот примерно таким образом выполняется маркировка. Соответственно, следующий механизм – механизм полисинг и шейпинг. Ну, вообще-то это два разных механизма, но их упоминают совместно, потому что их обычно используют совместно. Механизм полисинг позволяет для класса ограничить полосу пропускания сверху. То есть, если очередь ограничивает для класса полосу пропускания снизу, то есть гарантирует минимальную полосу пропускания, то для того, чтобы данный класс не узурпировал полную полосу пропускания канала, ее можно ограничить сверху. Она ограничивается полисингом. Соответственно, механизм полисинга уничтожает пакеты, скорость которых превышает заданную в полисинге скорость. Если вы не хотите, чтобы полисинг тропил ваши IP-пакеты, вы на исходящем интерфейсе маршрутизатора, который связан с входящим интерфейсом маршрутизатора, на котором поднял полисинг, можете поднять механизм, который называется шейпинг. Соответственно, механизм шейпинг сглаживает неравномерности по скорости идущего трафика. Когда трафик идет с очень высокой скоростью, часть пакетов остается в буфере. А когда скорость трафика сильно уменьшается, из буфера эти пакеты выпускаются. Таким образом, синусообразная кривая, которая показывает скорость передачи трафика, сглаживается, становится не так сильно колеблется. Поэтому шейпинг сглаживает неравномерность по скоростям и, соответственно, уменьшает количество пакетов, которые уничтожаются полисингом. Соответственно, следующий механизм congestion management – это, по сути дела, использование очередей. В современных маршрутизаторах компании Cisco Systems применяется два типа очередей. Первый тип очередей называется Class Based Weight Fair Cueing. Он позволяет любому классу гарантировать минимальную полосу пропускания и обеспечивает более-менее справедливое качество обслуживания для каждого класса. Соответственно, механизм хорош для использования любыми приложениями данных, но совершенно не годится для приложений реального времени. Приложения реального времени – это Voice Over IP и Video Over IP. Поэтому для приложений реального времени используется очередь, которая называется Low Latency Cueing. Low Latency Cueing – это Weight Fair Cueing, в которой одна из очередей – приоритетная. Приоритетная очередь отличается от всех других очередей только одним. Пока в этой очереди есть хотя бы один пакет, обслуживается только эта очередь. Все остальные очереди ждут. Если в этой очереди нет ни одного пакета, обслуживается Class Based Weight Fair Cueing первая очередь, потом вторая, потом третья, они обслуживаются справедливо. Если появился хоть один пакет Low Latency Cueing, я все очереди бросаю обслуживать, начинаю обслуживать приоритетную очередь. За счет этого мне удается гарантировать задержку меньше, чем 150 миллиситров. Соответственно, так работает Congestion Management Mechanism. Следующий механизм Congestion Avoidance – это механизм, который предотвращает перегрузки. Этот механизм позволяет уничтожать трафик в буфере, гарантируя то, что буфер никогда не будет переполнен. Соответственно, чем отличается возможность уничтожения трафика в буфере от уничтожения трафика на входящем интерфейсе? На входящем интерфейсе, если буфер переполнен, уничтожаются все пакеты подряд. Неважно, голосовые они принадлежат приоритетному классу данных, принадлежат они транзакшенному классу. Все подряд уничтожаются, потому что их девать некуда. Когда я уничтожаю пакеты в буфере, я могу выбирать пакеты, какого класса я буду уничтожать чаще, а какого реже. Голосовые пакеты в буфере не уничтожаются вообще, видеопакеты не уничтожаются вообще. Соответственно, приоритетного класса данные уничтожаются мало, а, скажем, неприоритетные уничтожаются сильно. Вот, собственно говоря, что такое механизм congestion avoidance, механизм предотвращения перегрузки. И последний механизм, так называемый link efficiency механизм. Link efficiency механизм применяется реально на каналах с низкой пропускной способностью, то есть не с относительно низкой, а именно с физически низкой. То есть, скажем, с пропускной способностью на канале меньше, чем 768 килобит в секунду. Если канал имеет более высокую пропускную способность, link efficiency механизму применять там смысла нет. Вот, что делают эти механизмы? Эти механизмы, во-первых, позволяют обеспечивать сжатие на канальном уровне, то есть уменьшение размеров кадра. При этом сжимаются далеко не все кадры, а только кадры двух протоколов. Протоколы PPP и протоколы Frame Relay. Поэтому, если вы хотите сжимать кадры, то вам необходимо реализовывать либо PPP over Ethernet, либо PPP, ну, может быть, Frame Relay, то есть далеко не любую кадры, а изернет кадра, например, сжать нельзя. И второй механизм, это механизм сжатия заголовок. Вот заголовки я могу сжимать. Заголовок IP я могу сжимать, заголовок TCP я могу сжимать, заголовок EDP я могу сжимать и заголовок RTP я могу сжимать. За счет этого размер заголовка я могу уменьшить в 10 раз. И если исходные три заголовка RTP, UDP и IP, внутрь которых инкапсулируется голос, составляют 40 байт, то сжатые они имеют размер от 2 до 4 байт. То есть это весьма эффективный механизм. Ну и последний механизм, который входит в Link Efficiency механизмы, это фрагментация кадров. За счет фрагментации кадров я могу уменьшить джиттер за счет того, что у меня на исходящем интерфейсе будут стоять пакеты и кадры одного размера. За счет этого уменьшается джиттер. Вот, собственно говоря, все механизмы, которые входят в КОС. Теперь пара слов о том, какие модели Quality of Service используются в настоящее время. Прежде всего, используются две модели. Первая модель называется Integrated Services Model. Integrated Services Model обеспечивает качество обслуживания для конкретного приложения. При этом для соответствующего приложения оно дает строгую гарантию качества обслуживания. То есть я для голоса могу на канале зарезервировать полосу пропускания. Если мне нужно 150 кбит в секунду для одного голосового пакета, то я ее могу зарезервировать на всем транзитном пути от отправителя до получателя. При этом этой полосой сможет воспользоваться только голос. Никакой другой трафик эту полосу использовать не сможет. Естественно, эта полоса должна быть в наличии для того, чтобы ее от голос можно было выделить. Вот на этом слайде, собственно говоря, показано, как работает Integrated Services Model. В Integrated Services Model работает основной протокол, который называется ресурс резервейшен протокол, RSVP. Каким образом он работает? У вас имеется телефон у отправителя и телефон у получателя. Вы набираете телефонный номер получателя и вызов идет с вашего телефона до телефона получателя. При этом, если в сети работает протокол RSVP, то когда вызов идет от отправителя до получателя, на каждом маршрутизаторе записывается его IP-адрес. То есть, таким образом, когда RSVP пакет дошел до маршрутизатора получателя, в его заголовке записаны все адреса всех транзитных роутеров. После того, как пакет дошел до маршрутизатора получателя, RSVP протокол на маршрутизаторе получателя пытается зарезервировать нужную полосу. Ну, например, ему нужно 64 кбит в секунду. Если свободная полоса на маршрутизаторе есть, он ее резервирует и отправляет этот пакет RSVP к следующему маршрутизатору из сети отправителя. Резервируется здесь, потом здесь, потом здесь, потом здесь. Если на всех маршрутизаторах полосы удалось зарезервировать, на телефоне получателя раздается вызов. То есть, раздается телефонный звонок. И если хотя бы на одном маршрутизаторе свободной нужной полосы нет, на, соответственно, телефоне получателя слышны короткие вытеки. То есть, вызов осуществить нельзя. Нужной полосы выделить не удалось. Вот таким образом работает протокол RSVP. У этого протокола есть два существенных недостатка. Значит, первый недостаток состоит в том, что протокол RSVP не терпит асимметричной маршрутизации. Пакет от отправителя до получателя и от получателя до отправителя должен идти по одному и тому же пути. Иначе полоса не сможет быть зарезервирована, потому что пакеты ходят в две стороны. Это первый недостаток. И второй недостаток состоит в том, что протокол RSVP должен работать на всех транзитных маршрутизаторах от отправителя до получателя. Если у вас сеть корпоративная, тут особой проблемы нет. А вот если сеть использует, соответственно, маршрутизаторы сервис-провайдеры, тут возникает проблема. Вот поэтому сама по себе Integrated Service модель сейчас для Quality of Service не применяется единолично. Она применяется совместно с DivServe моделью. Основная модель, которая используется для качества обслуживания, это DivServe модель. DivServe модель позволяет весь трафик разделить на классы и для каждого класса предоставить определенное качество обслуживания. При этом DivServe модель работает совместно с моделью, которая называется Integrated Services. Каким образом? DivServe модель работает в плоскости, соответственно, данных, а Integrated Services модель работает в контрольной плоскости. То есть с помощью протокола RSVP я не резервирую полосу пропускания на канале, а контролирую на канале количество вызовов. Соответственно, если я знаю суммарную пропускную способность моего канала, то с помощью протокола RSVP я могу контролировать. Я говорил, что на данном канале одновременно может существовать только три вызова. Если три вызова уже работают и пришел четвертый вызов, то этот вызов я должен либо уничтожить, либо куда-то перенаправить. Вот таким образом работают вместе модель IndServe и DivServe. Теперь, что касается модели DivServe. Для того, чтобы эта модель DivServe у меня работала, я должен каким-то образом маршрутизатору сообщить, какие приложения или зажат в плоскости данные. Для этого используется определенное поле в заголовке, которое называется Type of Service. Соответственно, в этом Type of Service 8-бит, из них 6-бит, представляет из себя значение, которое называется DivServeCodePoint. Соответственно, эти значения позволяют мне промаркировать трафик. И существуют заданные в стандартах значения DivServeCodePoint. В частности, соответственно, одно значение называется ExpeditedForwarding. Этот самый ExpeditedForwarding представляет из себя следующие данные 1.0.1.1.1.0. Соответственно, таким образом маркируется голосовой трафик. Так, существует несколько классов, которые называются AssuredForwarding. AF1, AF2, AF3, AF4. Соответственно, эти классы позволяют гарантировать полосу пропускания и позволяют указать определенный Drop Probability, то есть количество пакетов, которые будут уничтожаться в буфере, если буфер начал переполняться. Вот, бывают Low, AF11, Medium, AF12 и High, AF13. И, наконец, соответственно, бывает ситуация, когда у меня взаимодействуют два устройства. Одно из них умеет работать с DivServeCodePoint, понимает все 6 бит. А другое устройство с DivServeCodePoint работать не умеет и понимает только первые 3 бита, которые называются IPPresence. В этом случае я использую значение DSCP, в которой 3 младшие бита всегда нули. Эти значения называются ClassElectroCS. Вот, соответственно, все эти значения стандартизованы и однозначно могут применяться. Теперь, что касается методов применения COS на устройствах компании Cisco Systems. Два метода используются. Используется Modular COS, который конфигурируется через командную строку. И второй метод – это метод AutoCOS. Метод AutoCOS позволяет маршрутизатору самому сконфигурировать качество обслуживания таким образом, что вам только нужно задать одну команду – AutoCOS. AutoCOS войск, например. Вот. Соответственно, как работает Modular COS? Modular COS делит трафик на классы. И к каждому классу применяет определенную политику его обслуживания. Соответственно, эти политики вешаются на интерфейсы маршрутизатора в направлении In или в направлении Out. Вот. И таким образом они работают. Механизм AutoCOS, как я уже говорил, маршрутизатору позволяет настроить качество обслуживания без практически почти вашего участия. Вот. Соответственно, вот показан пример AutoCOS войск. Значит, если у вас имеется сериальный интерфейс, соответственно, на котором я даю команду AutoCOS войск, то он этот сериальный интерфейс превращает в интерфейс Multilink, PPP Multilink, и тут настраивает качество обслуживания. Соответственно, какие у нас механизмы AutoCOS поддерживаются компанией Sista Systems? AutoCOS Voice, AutoCOS для классификации, AutoCOS для видео, AutoCOS для трастовых интерфейсов и AutoCOS для Enterprise-сети. AutoCOS для Enterprise-сети – это, пожалуй, один из самых современных механизмов, поскольку он автоматически настраивает COOS, а после этого, в течение времени, которое вы можете задать, начинает этот COOS тестировать. И в результате тестирования может конфигурация самостоятельно изменять. Соответственно, компания Sista Systems разработала специальный протокол, который называется Network-Based Application Recognition. NBAR протокол. Этот протокол умеет распознавать приложение. Он распознает большой набор приложений. Если вы пользуетесь приложением, которое протокол NBAR не распознает, вы можете в протокол NBAR его ввести сами. Такая возможность у вас тоже есть. В активном режиме протокол NBAR используется для классификации. То есть я могу для того, чтобы поместить пакет в класс, написать Match Protocol HTTP. Мне не надо больше ничего. Протокол HTTP он узнает. Вот. В пассивном режиме протокол NBAR обеспечивает обнаружение приложений. Потому что, как правило, любой кост начинается с того, что вы хотите узнать. Какой трафик перегружает ваш канал. Для этого можно запустить протокол NBAR, который вам выдаст информацию по приложениям, которые идут через ваш маршрутизатор. Соответственно, что касается очередей. Очереди возникают независимо от реальной пропускной способности канала. Пропускная способность на канале может быть высокая. Тем не менее, очереди будут возникать. Очереди возникают всегда, когда есть ситуация бутылочного горлышка. Когда трафик на вход маршрутизатора поступает быстрее, чем маршрутизатор его успевает отправлять на выход. В этом случае нужно создавать очереди. Ну, про Class Based Weight Fair Cueing и Low Latency Cueing я вам уже рассказал. Соответственно, следующий механизм – это механизм, который предотвращает уничтожение пакетов по методу TileDrop. То есть, все подряд. Соответственно, такой механизм работает в том случае, если переполнен буфер. Соответственно, при этом, если переполнен буфер, у меня, кроме того, что возникает подряд уничтожение пакетов, у меня возникает синхронизация протокола приложений, работающих по протоколу TCP. Они начинают работать фактически синхронно. Поэтому, для того, чтобы этих механизмов избегать, используется механизм, который называется Random Early Detection. То есть, я отслеживаю состояние заполнения буфера, и если я вижу, что у меня буфер заполнился до минимального некого порога, я начинаю в этом буфере пакеты уничтожать. Чем больше заполняется буфер, тем сильнее я уничтожаю пакеты до верхнего порога. Как только достигнет верхний порог, я все поступающие пакеты начинаю уничтожать. Таким образом, я гарантирую, что у меня буфер никогда не переполнится. Вот. Соответственно, у этого механизма есть разновидность Weighted Random Early Detection, которая позволяет мне уничтожать сильнее пакеты менее премиального класса. Чем менее премиальный класс, тем больше пакетов я уничтожаю в буфере. Ну, а полисинг и шейпинг механизмов я вам рассказал. Соответственно, механизм полисинг уничтожает трафик, который идет со слишком большой скоростью, а механизм шейпинг сглаживает трафик, помещая в буфер ту часть пакетов, которая передается со слишком большой скоростью. И тогда они механизмом полисинг уничтожаться не будут. При этом, понятное дело, что при применении механизма шейпинг увеличивается задержка, поэтому для войск класса, для класса, который использует Low Latency Curing, шейпинг применить нельзя. Маршрутизатор вам этого сделать просто не даст. Вот. Ну и, наконец, Link Fragmentation и Interleaving. Я вам, в общем, тоже про это рассказал. Это механизм, который в аппаратной очереди выстраивает пакеты одинакового размера. За счет этого у меня уменьшается джеттер. Вот, собственно говоря, все, что я хотел вам рассказать о механизмах Quality of Service. Соответственно, эти механизмы изучаются в курсе компании Cisco Systems, которая называется Quality of Service. Вот. Там эти механизмы изучаются все подробно, там эти механизмы настраиваются в лабораторных работах, и в конце курса, по сути дела, компании Cisco Systems приводят так называемый Best Practice, то есть наилучшие практики, которые данной компании наработаны для применения Quality of Service в соответствующих сетях. Вот. Ну и теперь, собственно говоря, если есть вопросы, то я готов на них ответить. Так, на это я уже ответил. Как я понимаю, какие-нибудь у вас есть вопросы? Ну, если можно... Да. Ну, может быть, я, как бы, скажем, слишком, как бы, поделитянский, но вопрос такой, вот, очередь интерфейсная и буферная? Да. Что у вас разница? Разница в том, что очередь буферная, она программная, а очередь интерфейсная, она аппаратная. Поэтому в программных очередях я могу пакеты из одной очереди в другую перебрасывать, а в аппаратной очереди все, они встали и стоят. Как встали, так уже двигать я их не могу никуда. Я не могу собрать сначала голосовые пакеты, потом пакеты дают. Вот они как встали, так и стоят. Ну, в чем разница? Но, вы сказали, что переполнение чем грозит? Переполнение грозит тем, что у вас в буфере нет места, поэтому, если у вас бутылочное горлышко, то есть пакеты поступают быстрее, чем их маршрутизатор может отправлять, маршрутизатор эти пакеты уничтожает все подряд. То есть он не разбирается, голосовой пакет не голосовой, некуда его деть, поэтому он уничтожается. Соответственно, у вас процент уничтоженных пакетов больше одного процента, качества голоса нет. Вот в телефонной трубке собеседника по голосу не узнаете, с кем вы говорите. Вот, ну вот, собственно говоря, если вопросов больше нет, то я готов с вами попрощаться. Всего хорошего, до свидания. Так, это мы восстанавливаем. Как-то это восстанавливаем. О, так, наверное. Сегодня мы